Всем привет, дорогие друзья! С вами Ромулус, и далее мы движемся на пути Изенгарда. Итак, мы заняли переправу между нашими провинциями и провинциями Гондора. Далековато мы, конечно, продвинулись. На удивление, легко был взят Минастирит, Восточный Эсгелиот, Карандрос, Эдлас, Пеларгир, ну и многие другие города нашего противника. Также был объявлен поход на Дол-Амрот. Крепость действительно интересная. Можно сказать, что это главный город наших противников, но Гондора не так и плохо. Все с армией, у них есть достаточно мощные силы. В процессе длительной осады Аннулонд мы еще заняли, так что нам тут много чего предстоит сделать, прежде чем победа будет нашей. По-настоящему будет нашей. Мы будем готовиться. Враг, конечно же, захочет подступиться к нашим позициям, захватить нас, но мы не позволим этому. Мы первыми последуем примеру нашего противника. Так, что касается... Ух ты, Мордорский Дженерал Электрикс. Вот такая вот крутая эзенгардская, эзенгардская орчья пехота. Ну, как вам сказать, юниты действительно неплохие в ближнем бою, но только не против эльфов. Так, что касается севера, здесь у нас... Интересная ситуация. Противник имеет сильные позиции. Но, тем не менее, он уязвим. Так, что с этого хода начнем осаду этого селения. Три хода, оно может продержаться. Так, усилим, усилим позиции. Самыми тяжелыми линитами. Уж кто-кто они нам понадобятся. Самые тяжелые юниты должны принять тяжелейший удар гражданской пехоты. И удержать противника на расстоянии как можно дольше. Отлично. Вторая армия подходит сюда же. И вуаля. Так, что касается орков. Орки, братцы, молодцы. Так, где наш посоль? Где наш посоль? Так, вот ближайший посол. Буду его к оркам отправлять. Пусть он долго будет идти, но нас пока... Нет выбора. Или так, или никак. Так, хорошо. Так, вот ближайший. Попробуйся. Так, вот ближайший. Стой, готов. Попробуйся. Так, хорошо. Видимо, противника. И так, если враг захочет атаковать нас, у нас есть огненные орудия. Я надеюсь, они хорошо себя покажут. Есть какой-то новый вид юнитов. Бомбометов, что ли? Рука и бомбометы. Неплохо они должны себя проявить на поле боя. Ну, во всяком случае, это мое предположение. Пока мы еще их не испытывали в бою. Так что давайте, братцы, начинаем. Хотелось бы увидеть, пойдут ли эльфы на этот опасный маневр. Попытаются ли взять наши... Ну, эльфы заслуживают свои славы. Во всяком случае, так они представлены в этой... Я думаю, если люди жили бы столетиями, они тоже могли бы оттачивать мастерство до идеала, доводить каждое ремесло до уровня искусства и обладать множеством, если не всеми возможными ремеслами, какими только захочет обладать человек. В повествованиях толки на такие люди, в том, как которых был Арагорн, те самые легендарные Нуменорцы, которые подарили много чего. С землям среди земья. Да и не только. Все, я думаю, знают легенду об Атлантиде, что Атланты получили такое могущество, такими знаниями они себя убили. Вот такая вот поучительная история должна быть для всех последующих поколений, что как бы высоко вы не забирались, не забывали, откуда вы пришли, кем вы есть. Так, будем строить самое дешевое здание в надежде... ...покорить врага. Если не мечом, то хотя бы монетой. Так, что противник? Что он тут делает? Он нас хочет атаковать. Вот. Нехорошие. Ладно, будем оставаться на переправе. Если потребуется, у нас будет дополнительная защита. Заберем кого-то. Заберем кого-то. Все. В случае штурма она будет, что противопоставить врагу. Так, касательно эльфов. Их много. Они требуют содержания, но тем не менее, эти братцы, наверное, точно будут атаковать нас. Все-таки это эльфы. Их лучше недооценить. Лучше переоценить, чем недооценить. А вот так вот будет правильнее, наверное, поскольку сила действительно убийственная. То, наверное, если перефразировать фразу канцлера Палпатина в третьей части Звездных войн, что можно ощутить всю убийственную мощь эльфийской ярости. Вообще интересно. Описание эльфов, как идеальных лучников, не лишено исторических предпосылок. Если рассмотреть разных лучников, которые существовали, ну вообще за все. В Японии лучников обучали искусству видеть далеко, что лучник мог каким-то образом своим зрением увидеть. Были у них методики, вроде как и по сей день существуют, которые позволяют нас с развитием современного оружия. Лук утратил свою актуальность. Поскольку любая снайперская винтовка тоже бить на расстоянии трех километров в умелых руках. Но, тем не менее, даже конные лучники, допустим, вот турецкие, османские янычары, умели попадать с расстояния приличного достаточно стрелой в глаз хорошо бронированному европейскому юниту. То есть, представляете, попасть в глаз с огромного расстояния, минуя все эти доспехи, тоже, в принципе, надо было обладать изрядной силой, способностями, дабы осуществить такой маневр. Говорят, что степняки многие обладали такими искусствами, позволяющими им творить чудеса на поле боя. Ну, как бы там ни было, любое дело можно довести до совершенства при желании. Чему история и жизнь знают немало примеров. Так что, если вы чего-то хотите достичь, берите, достигайте. Так, братцы, ответственный момент. Остается один ход до взятия эльфийской твердыни. Если мы ее возьмем, то мы осадим две оставшиеся твердыни, и, я уверен, мы их возьмем. Но это будет только... Ух ты, е-мое, везение-то такое. Лучник вражеский. Давайте его, наверное, полководцами погоняем. Ну, братцы, у рука и на Гондор! Да. Интересно, есть там уральские мечи и на правильное ставление. Ставили меч в воду, скорее всего, это была река, и пускали по ней листья. Если листик рассекался на две части, попадая на меч, то считалось, что меч сделан правильно. ух ты, е-мое, ну что ж, все бойцы в сборе. Противник еще не знает, что его ожидает, он ждет легкую цель, готов перестрелять всех урок хаев, но... блин, он действительно убивает наших бойцов. Но наваливается рук хай, и мы замедляем битву, посмотрим, как противник будет отбиваться. 52 бойца у них осталось, 22% они потеряли, 25, а молодцы, лучники, 4% наших полководцев впереди. Настоящие молодцы. все проламываем вражеские ряды и... ух ты, мы 6% потеряли, вот это вот у нас и противник, молодец. Не сложно противостоять натиску наших полководцев обычным юнитом. Даже эльфы не смогли противостоять, наверное. Хотя, вы знаете, один хороший эльфийский окрепный модульский. Наверное, по моим комментариям можно подумать, что я просто какой-то фанат эльфов. Не подумайте так. Мне, конечно, нравятся эльфы, но все-таки мы реально оцениваем гавой баланс этой стратегии. Во всяком случае, предпринимается такая попытка. Так, братцы, давай, 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 полководец противника. Нет, не попался он. Ну, ну, чуть-чуть, ну, хотя бы полководца. Отлично! Ну что ж, наши фанаты выполнили свое дело. Они победили противник. Вражеское оселение, как только его увидим, в поисках так называемого философского камня. Хотя, сложно сказать, что под этим наверняка понимали средневековые алхимики, что есть именно средневековый камень. То ли это рецепт бессмертия, то ли это то, что должно было позволить получать золото из ратути. Так, все, осадили население ближайшем. Раз, я нашел новый лиц нашего спасения. так что я буду брать еще население со временем. Так, пусть против мне кучкуется моя граница, это мне только на руку. Эльфы, эльфы, благородное создание. Что же вы будете делать? Один ход остался. Потеряли немножко своих людей. Отчасти меня это радует, отчасти честно говоря обеспокоен предстоящей битвой, ибо это действительно серьезно у нас будет. Алтын-то молодцы, попробовал бы я их чем-то взять. Лорд-маршал, Рот-кантлер, доспехи Рохана. Да, хороши, хороши наши бойцы. Ладненько. Ну что ж, решающий ход. Основная масса эльфий. Выйти из этого окружения или нет, сейчас будет видно. если не решено есть. Не жалко его даже потерять. Если так. Ах, противник, противник, все-таки он отбивается. Так, эльфийское побоище, наверное, будет названа эта битва. Командовать эту армию в бою будем мы. Ладно, будем. Одно радует, что у них немного человек. если мы будем стрелять из нашей артиллерии, то думаю, добрую треть юнитов. Какие бы эльфы славные не были, но против даже их великолепное искусство и броня не спасают. Стоять. Так, мы вот сюда поставим это. Вперед мы выставим вояк. Так, и варгов поставим на всякий случай на готовность. Так, что еще у нас есть? А, у нас еще есть метатели огня какие-то. Ладно, пусть сейчас все займут свои ключевые позиции. так, фиг совсем, будем сразу атаковать. Итак, что же это у нас за такие вот вещи интересные? ух ты, ё-моё! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Так, враг потерял 23% своих юнитов. Так, стоять? Ух ты! На подготовка до вы успешно они должны успешно усилие успешно что Так, я доволен Своим супероружием Так, я потерял немножко воинов Относительно немножко Так, кто это к нам? Копейщики подходят Фиг с вами эти копейщики Так, еще отряд лучников Попадают под действие варгов Варги, варги, варги Ух ты, как хорошо они их выкашивают Вы знаете, я считал варгов гораздо слабее Они меня удивили Так, а теперь Ух ты, е-мое Бомбометатели, прекрасные вояки Большего даже от них и не ожидал Итак, варги снова наносят удар Так, мы у нас супероружие отведем Все остальные мои юниты должны ополчиться и разрушить противника Так, ударим в спину Так, хорошо Противник молодец Так, ну что ж, варги Выполняют свою роль Эльфы бегут Так, все на эльфов Все абсолютно Никаких шансов противнику Если уж противник побежал То надо его догнать Ибо эльфы это Войны, с которыми лучше не шутить Ну что ж, братцы Миф о всемогущих эльфах Был развеян Представителями Езенгарда Так, пусть мы и потеряли тоже изрядную долю наших солдат 30% юнитов потеряно навсегда Братцы, братцы, братцы Даже полководцы наши пойдут в наступление Уже надо успеть Любой сценарий Так, ну что Супероружие мы сохранили Конечно Кто-кто, они молодцы Самые настоящие Они сумели сделать невозможное Обстрелять противника Таким образом Что потери его Приблизились Катастрофе Самая настоящая катастрофа Смотрите, как много здесь эльфов впало Варгов впало Наших бойцов в том числе Пало Но все-таки Орудия сделали свою роль Вот Не зря создатели игры Разработали Этот Прекрасный сюжет Где появляются Наши вояки Ну, 600 эльфов Как они бывают Винов всех своих войск И скорее всего Такой вот у нас полководец Покоритель эльфов Наверное, у темных сил Этого мира Мечта Всех эльфов Превратить в орком В случае всех тех Кого можно будет Ускусить Ну что, будут ли нас на переправе Атаковать И он не атакует Противника У него быть Такая мощная фракция Такая Большая И Относительно пассивная Сейчас Относительно пассивная Так, здесь мы Ну, здесь нам В принципе Тоже все понадобится Так, здесь есть Здесь А давайте Последние деньги Вкладываем В хельмову пать Так, здесь у нас Тоже по идее Можно сделать Вложение Ну что ж Эльфийская Компания Только начинается Противник суров Там и голодны Так, низкие налоги Все, все эльфы радуются Низкие налоги Ура А, так Здесь даже северяне Ну ладно Северяне радуются Подластью Изингарда Не знаю Чему Наверное Радуются Так Поехали Нравится Так 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 А Гондор Ждет нас В гости Дунланд Идеальные Просто Воины Они отправили Я восхищаюсь Этой фракции Я конечно Торядом Пойти на эльфов Попытаться Завалиться Но Наверное Мои отряды Не так Сильны Так Спустя 3 хода Будем убрать Здесь Три хода Остается Тоже Три хода Ну что Ну что что такое Что тут Вражеский отряд Шатается По землям Продолжаем Продолжаем совершенствовать Нашу инфраструктуру Пока у нас Отправим их На передовую Объект Компетит Нет здесь Никаких юнитов У нас Бедная страна Но Очень Очень гордая Так А где мой дипломат Я же с орками мечтаю Сколько подружиться Давайте Альянс И все просто И еще Карту Территорий своих Подарю И Отлично Братцы Давайте Еще Возможность Проходить По территориям Друг друга Подарим Ну вот Новый Союзник У нас Появился В борьбе Ух ты Отношения С повелителем Темный лорд У нас Вообще интересно Почему-то В переводе Английском Лорд у нас И Ну аж Во князя Лорд Получается Аналог Бога Когда обращается Ома Так что Год Тоже По-разному Воспринимают Кто-то Считает В переводе Считает Что это Змей В переводе В общем Разные Тоже Версии Существуют Насчет Этого Ну ладно Не получается С одной стороны Пойдем с другой Противника Надо в любом Случа Одолеть Вот это Ё-моё 22 солдата Вот это Вот армия Оркс Пойдем Пойдем Нужно Два Подбитых Бойца Пойдем Даже Эту Помощь Пусть Противник Нападает Так Что у нас На этой части Карты В принципе В принципе Враг бы мог И Нас Сделать Если захотел Ладно Ладно Даже если Он захватит Одно Селение Не беда Отбить Я всегда Успею Ладно Давайте Хотя бы Еще Ход Сделаем Посмотрим На что Способны Наши Враги Знаете Как Нет Ничего Более Необъективного Чем Назвать Себя Абсолютно Объективно Это вообще Молодцы Как всегда Не В наших Планах Эльфы Могут В принципе Объединить Свои силы Атаковать Нас В любой Момент Нет Но если Эльфийское Войско Объединиться Будет Полноценно Может Бедить Так Здесь У нас Есть Возможность Столб Барак Поставить В общем Все Потихоньку Развивать Будем Останавливаться На достигнутом Не стоит Какими бы Прекрасными Не казались Наши достижения Так Ладненько Друзья Буду я Заканчивать Эту серию В общем Как видите Мы победили Одно войско Эльфов Это я считаю Своим Главным Достижением За эту серию Продолжаем Удерживать Рубежи Границ Гондором Через Ход У нас Будет Два Новых Селения Мне бы Этого Очень Хотелось И этот Отряд Я думаю Не жилец Так Он здесь Долго не гулял Все равно Он вынужден Будет Проиграть Ну что ж А с вами был Робулус Спасибо всем За внимание До скорого